Здравствуйте, ребята! Я рада снова приветствовать вас на сегодняшнем уроке. Давайте вспомним, какие типы данных используются в языке программирования Python. Во время написания программ мы будем использовать всего 4 основных типа данных. Целые числа int, вещественные числа float, символьные строки str, логические bool. К целым числам относятся числа бездробной части, например, 0, 7, минус 12 и т.д. К вещественным числам относятся числа с дробной частью, например, 3,5, минус 6,7 и т.д. К символьным строкам относятся любые последовательности символов. При вводе они заключаются в двойные или одинарные кавычки. Логический тип принимает значения true и false. А сейчас давайте выполним задание и узнаем тему нашего сегодняшнего урока. Задание такое. За сколько ходов шахматная фигура конь попадет в замок? Найди зашифрованное слово. На клеточке с нарисованными на них елями становиться нельзя. Вспомним, что конь ходит буквой G, то есть на два поля по горизонтали или по вертикали и на одну клетку перпендикулярную первоначальному направлению. Готовы? Время 30 секунд. Время 30 секунд. Давайте проверим. Первая буква М. Вторая А. Третья С. Четвёртая снова С. Пятая И. Шестая В. Седьмая И. И за 8 ходов конь достигнет замка. А тема нашего сегодняшнего урока – массивы. Сегодня на уроке мы узнаем, что такое массивы и списки, а также рассмотрим создание, вот и вывод списков и перебор их элементов. Итак, массивом называется группа переменных одного типа элементов массива, имеющих общее имя и расположенных в оперативной памяти компьютера непосредственно друг за другом. У каждого элемента массива есть свой уникальный номер, который называется индексом. Именно через индекс можно обратиться к конкретному элементу массива. Многие из вас уже наверняка поняли, что благодаря массивам ограничение по количеству данных для программы становится не таким жестким. Однако в языке Python нет массивов, вместо них используются списки. Списком называется набор элементов, каждый из которых имеет свой уникальный идентификационный номер – индекс. Нумерация элементов списка начинается с нуля, а не с единицы. Таким образом, второй по счету элемент списка имеет номер один, третий – два и так далее. Списки хранятся в переменных типа лист, что в переводе на русский язык означает список. Главное отличие списка от массива состоит в том, что список – это динамическая структура. Практически это означает, что в отличие от массива количество элементов списки может изменяться при выполнении программы. Одни элементы списка могут добавляться, другие – удаляться. Таким образом, при объявлении массива нужно продумывать количество выделяемой для него оперативной памяти. Для списков же все управление оперативной памятью берет на себя интерпретатор языка. Рассмотрим, как можно создать список. Прежде всего, для этого можно в квадратных скобках через запятую перечислить значение его элементов – 1, 2, 3, 4, 5. Также в языке Python можно использовать сложение списков. Список, который показан в первом случае, можно создать так – 1, 2, 3, плюс 4, 5. Сложение списков с одинаковыми элементами можно заменить умножением. Так, например, можно создать список из 10 элементов, в котором будут чередоваться 1 и 0. Когда требуется задать более сложный список, можно использовать специальные выражения – генераторы. Допустим, что нам нужно создать список, заполненный индексами своих элементов. В этом случае можно использовать следующую запись. Функция range означает, что значение i будет изменяться от 0 до 9. При этом каждый раз будет создаваться новый элемент списка a, которому будет присваиваться значение i. Для создания этого списка можно было воспользоваться функцией list range 10. Таким образом, был бы создан список, заполненный результирующими данными функцией range. Для того, чтобы задать список, заполненный квадратами индексов своих элементов, в предыдущем выражении достаточно заменить i на i во второй степени или i, умноженное на i. Также, заменив это выражение, можно задать список, заполненный случайными числами на заданном промежутке. Для этого сперва нужно загрузить функцию runInt из модуля random, после чего в качестве значения элементов списка указывать значение функции runInt с соответствующими параметрами. Также, при создании списков, можно использовать критерии отбора значений. Допустим, что нам нужно создать список, который будет содержать все простые числа на заданном промежутке. Для того, чтобы определить, является ли число простым, мы можем использовать логическую функцию isSimple, из модуля simpleNum, описанного нами ранее. Для создания заданного списка можно использовать следующее выражение. После слова if в нем следуют критерии отбора. Таким образом, в список a попадут лишь те результаты функции range, для которых этот критерий выполняется. Длиной списка называется количество элементов, которые в нем находятся. На данный момент. Для того, чтобы определить длину списка, достаточно вызвать функцию when из этого списка. LEN является сокращением от английского слова, что в переводе на русский язык означает длина. Таким образом, мы научились создавать списки, но предположим, что нам нужно задать элементы списка с клавиатуры. Некоторые из вас уже наверняка догадались, что для создания списка из N элементов, значения которых будут заданы с клавиатуры, достаточно записать следующую инструкцию. Таким образом, пользователю будет нужно вводить значение каждого элемента списка в новой строке. Однако, так пользователь может запутаться при вводе. Чтобы этого не случилось, мы должны выводить на экран некоторые подсказки. Но тогда этот вариант нам не подходит. Но мы можем поступить иначе. Если нам нужно задать список из N элементов с клавиатуры, создадим сперва пустой список A. Для этого достаточно после знака равенства указать пустые квадратные скобки. Запишем цикл с параметром I, изменяющимся в диапазоне от 0 до N, не включая последнее. В нем с помощью инструкции print без перехода на следующую строку выведем на экран запрос на ввод элемента списка с индексом I. После чего мы запишем инструкцию добавления к текущему списку A. Списка из одного элемента, значение которого задается с клавиатуры. Возможен и другой вариант ввода списка, когда значения его элементов перечисляются в одну строку, например, через пробел. Тогда значения элементов списка вместе с разделителями будут считаны в одну текстовую строку. Мы можем разделить эту строку, используя метод split. Он возвращает части исходной строки, разделенные между заданными разделителями. По умолчанию это пробелы. Так мы получим список текстовых строк. Для того, чтобы получить список целых чисел, нужно преобразовывать все элементы этого списка в целочисленный тип int в генераторе списка. Хотя генератор списка было использовать не обязательно. Вместо него можно использовать функцию map. Такая запись означает, что будет создан новый список A из списка S, каждому из элементов которого будет применена функция int. Часто нужно вывести элементы списка на экран. Самый простой способ это сделать – вывести список на экран как одну переменную. print A. Тогда на экран будут выведены квадратные скобки, в которых через запятую будут перечислены значения элементов списка. Список можно вывести также поэлементно. Для этого можно записать цикл с параметром i, изменяющимся от нуля до длины списка, не включая последнюю. А в цикле запись инструкцию print для вывода на экран элемента списка A и T. При поэлементном выводе списков нужно использовать разделители, иначе они сольются в одну строку. Однако, при этом цикл можно переписать иначе. Для этого достаточно вспомнить, что в цикле с параметром, для того чтобы указать значение параметра, можно использовать следующий список. При такой записи параметр x будет поочередно принимать значение элементов списка A по возрастанию индексов. И нам будет достаточно выводить значение самого параметра. Более быстрый способ вывести на экран символьную строку, сформированную из элементов списка. Для этого используется противоположный методу split – метод join. Он принимает на вход список текстовых строк и соединяет их в одну строку через указанный разделитель. Для этого нужно преобразовывать значение элементов списка в строковые. Давайте теперь рассмотрим подробнее. Современные компьютеры обрабатывают огромные объемы данных. Для того, чтобы с ними было удобно работать, их объединяют в группы, которые называются массивами. Массивы бывают одномерными, когда у элемента есть только один индекс, и двумерными – два индекса. Двумерные массивы также называют матрицами. Их мы будем изучать в девятом классе. Итак, давайте повторим. Одномерные массивы в Python – это списки элементов, которые мы уже начали рассматривать в предыдущих темах. Список имеет свое имя. Каждый элемент списка – свой индекс. Например, дан список с именем A. Обратиться к отдельному элементу списка можно так. В Python существует также индексация с конца. Она начинается с минус единицы. Длина списка – это количество элементов в нем – определяется с помощью функции LEN. Еще раз медленнее рассмотрим. Создать список можно несколькими способами. Просто перечислив все элементы в квадратных скобках с помощью генератора заполнения списков. Заполнив с помощью генератора случайных чисел и так далее. Генераторы заполнения списков часто напоминают цикл, с помощью которого заполняются элементы одного списка. Например, надо создать список, заполненный натуральными числами до определенного числа. Тогда программа будет выглядеть так. Такой же список можно получить с помощью функции LIST, в которой записывается диапазон. Для заполнения списка квадратами этих чисел можно использовать такой генератор. А теперь давайте попробуем заполнить список случайными числами. Для этого нам понадобится функция RANDIND – генератор целых чисел из модуля RANDOM. Из кода мы видим, что список A заполняется 10 случайными числами из чисел в диапазоне от 1 до 100. Еще один способ вводить данные в список – использование метода append. Для этого создается пустой список A. После этого каждый новый вводимый элемент добавляется в конец списка. Напишем программу, которая для начала запрашивает общее количество элементов будущего списка N, а затем значение каждого элемента по одному в отдельной строке. Ниже пример записи этой программы. Еще один способ вводить данные в список – это использование метода append. Для этого создается пустой список. После этого каждый новый вводимый элемент добавляется в конец списка. На экране программа, которая для начала запрашивает общее количество элементов будущего списка N, а затем значение каждого элемента по одному в отдельной строке. Для обработки списков часто используют срезы. На английском это slice, в переводе означает ломтик, кусок, которые выделяют определенный участок списка для обработки. Запись среза выглядит так, как показано на экране. Используя срезы, можно вывести элементы списка в обратном порядке. Можно изменять списки с помощью выделения и объединения срезов. Можно изменить не один элемент, а целый срез. Как вы уже знаете, со списками можно делать много разных операций. Например, находить определенные элементы для дальнейших действий с ними. Можно найти самый максимальный или минимальный элемент списка, удалять или заменять определенные элементы на нужные. Во всех случаях программа перебирает каждый элемент списки и проверяет его на соответствие заданному условию. Для перебора элементов удобнее использовать вот такой цикл. Здесь вместо print-i можно использовать любые другие операторы. Рассмотрим пример. Предположим, что в списке A заданы данные о росте детей в классе. Требуется найти количество учеников, рост которых выше 120 см, но ниже 150 см. Напишем программу с использованием переменной счетчика count. Усложним задачу, найдем средний рост отобранных детей. Для этого создадим новую переменную сумма, в которой запишем сумму найденных значений. Начальное значение переменной суммы также должно быть равно нулю. Для суммирования элементов существует встроенная функция сумм. Используя эту функцию, программу можно записать намного короче. Для этого мы вынесем в отдельный список значения нужных элементов, а затем поделим их сумму на количество, длину списка. Для построения нового списка используем условный оператор в цикле. Условие отбора передало из списка А в новый список Б только те элементы, которые удовлетворяют условию. Часто для обработки некоторой информации из списка нужно перебрать его элементы и, возможно, выполнить над ними некоторый набор операций. Это можно сделать двумя способами. Первый способ. Если значения элементов списка изменять не нужно, достаточно написать для этого цикла с параметром, который принимает значения элементов списка. И если же значения элементов списка будут изменяться, то в цикле лучше перебирать индексы элементов списка, а к самим элементам обращаться уже через их индексы. Рассмотрим задачу. Нам необходимо написать программу, которая принимает на вход массив из пяти целых чисел, после чего возводит значение всех его элементов в квадрат и выводит получившийся массив на экран. Начнем написание программы. Объявим пустой список А и с помощью инструкции Print выведем запрос на экран на ввод элементов исходного массива. Теперь опишем цикл для добавления элементов в список. Это будет цикл с параметром И, изменяющимся от 1 до 6, не включая последнее. В этом цикле запишем инструкцию Print, выводящую на экран запрос на ввод итого элемента массива А, без перехода на следующую строку. Теперь запишем инструкцию присваивания переменной А текущего списка А, соединенного со списком из одного элемента, значение которого пользователь ведет с клавиатуры. Теперь запишем цикл для возведения элементов массива в квадрат. Это будет цикл с параметром И, изменяющимся от 0 до 5. В теле цикла запишем команду присваивания этому элементу списка А, его текущего значения, возведенного в квадрат. Дальше с помощью инструкции Print выведем элементы измененного массива на экран. Для этого в инструкции запишем текстовое сообщение, измененный массив, а также метод Join с пробелом в качестве разделителя, соединяющий воедино элементы списка А, преобразованные в строки. Сохраним написанный модуль, запустим его на выполнение. Зададим элементы списка равными 1, 2, 3, 4 и 5 соответственно. Программа вывела новый массив из элементов равных соответственно 1, 4, 9, 16 и 25. Программа работает правильно. Задача решена. Однако эту же задачу можно решить проще. Удалим из программы цикл изменения массива. Вместо него запишем выражение генератора, присваивающий переменной А значение нового списка. Списка, состоящего из элементов списка А, возведенных в квадрат. Сохраним измененный модуль и запустим его на выполнение. Зададим те же значения элементов массива, что и в прошлый раз. Результат работы программы тоже совпадает с предыдущим. Измененная программа работает правильно. Рассмотрим еще одну задачу. Нам необходимо написать функцию, вычисляющую средние арифметические элементы в списке и протестировать ее. Напомню, средним арифметическим нескольких чисел называется их сумма, деленная на их количество. Начнем написание функции. Назовем нашу функцию Average. Она будет иметь один параметр, список, средний арифметический элемент, которого нам нужно вычислить. Назовем его А. В теле функции объявим переменную s и присвоим ей значение, равное нулю. Напишем цикл для вычисления суммы элементов списка. Это будет цикл с параметром x, принимающим значение элементов списка А. В этом цикле мы будем увеличивать значение переменной s на x. По завершении работы цикла напишем инструкцию возврата, которая вернет значение суммы элементов списка s, деленную на его длину, вычисленную с помощью функции ln. Сохраним модуль и запустим его на выполнение. Вызовем нашу функцию из списка чисел 10, 15, 1, 6 и 3. Их сумма равна 35, а всего их 5. Таким образом, x среднее арифметическое равно 7. Функция работает правильно. Задача решена. Но и эту задачу можно решить проще. Так как поиск суммы элементов списка распространенная операция, для ее вычисления есть специальная функция sum. Таким образом, все тело функции можно заменить инструкцией возврата суммы элементов списка А, деленной на его длину. Результат получим тот же. Сегодня на уроке мы узнали, что такое массивы и списки, а также рассмотрели создание, ввод и вывод списков, перебор их элементов. На этом наш урок подошел к концу. До свидания. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok